Привет, друзья! Это Егоров. И сегодня, во время пресс-конференции с бэйбиками, броков с бэйбиками, Федос, как ведущий, задал мне вопрос, почему я ненавижу Амкал? Точнее, ненавидишь ли ты Амкал? Спросил он у меня, я очень удивился. После Прессухин сказал, это так, мне нужно было просто вытащить из тебя какую-то эмоцию, у меня это получилось, хотя эмоций я особо не дал. Это не важно. Но, значит, запрос-то такой есть, и я решил по этому поводу провести стрим, но так как я профан в технике, стрим провести у меня не получилось, из-за микрофона вы все видели этот позор, и поэтому я запишу ответ и так. Заду вопрос в своем телеграмме Едим Спорт. Вот вы у меня спрашиваете. Первый вопрос. Хотел бы ты вернуться в Амкал? В этот Амкал я вернуться бы не хотел, потому что мой Амкал, я думаю, закончился где-то в июне, год и три месяца назад. Дальше уже шло все по инерции, ушло много людей, именно блогеров, которые были интересны, с которыми было интересно общаться, а в остальном я кайфовал от игры в футбол, а сейчас этих блогеров стало еще меньше, то есть реально мало, по-моему, 20 человек ушло за этот период, и я смысла вернуться в этот Амкал не видел бы уже в данный момент, особенно с учетом того, какие события происходили в последнее время. Вот и все. Ответ прямой? Нет. Хотел бы я сыграть в каком-нибудь матче ветеранов Амкала? Конечно, да, потому что опять же как раз там те люди, с которыми мне было очень комфортно проводить время. Сейчас у меня сядет камера, но я не буду ничего нарезать на монтаже, поэтому просто ее заряжу. Вот так, извините, пожалуйста. Могу пока напомнить, что ставки лучше всего делать на BadBoom. Это лучший букмекер по версии премии «Спорт Россия». Акции вы все знаете, просто проходите по ссылке с закрепленным комментариям и получаете до 10 тысяч на первый депозит. Идем к следующим вопросам. Самые неприятные личности вам, Каля? Это Василий Магрин, с которым я не хочу общаться, опять же, по итогам того полуфинального матча на Кубке МКС. И дело не в том, что у него там были с кем-то конфликты, и в той подножке его провокации перед подножкой нет. Я всегда знал, что Вася очень национальный человек, никогда этого не скрывал, и в каких-то моментах его поддерживал, как после истории в Новосибирске. Но уже в концовке он мне наговорил много личных вещей, потому что сначала он вроде говорил, вот, вы молодцы, брок, такие люди будут поднимать российский футбол, условно, как вы и так далее. А потом выдал целую тираду, что такие плохие люди, как я, могут создать только плохую команду, и что он всегда это знал, и так далее. Вот. А еще когда человек постоянно вспоминает, что на первых порах я у него спросил, создавать команду или нет, мне это тоже очень не нравится. Зачем мне общаться с человеком, который говорит тебе одно, а на самом деле думает про тебя абсолютно противоположное, причем с явной ненавистью. Он мне все это высказывал, и это уже было не именно эмоциональное по отношению к футболу, это было лично, и, в принципе, сейчас он с этой риторикой не сходит. С таким человеком я общаться не хочу, видеть его не хочу тоже. И еще один человек мне неприятен, Фикус. Опять же, я понимаю роль Фикуса, он прикольно раскачивает инфоповоды, и я просто очень зря влез с ним в какую-то дискуссию в августе, он мне тоже неприятен. Просто неприятен и все. И какие-то вещи от Сипскана мне тоже неприятны, я понимаю его роль, но они неприятны. Какие-то его акции по отношению к другим людям. Но это не личная неприязнь, а именно неприязнь к тому, что он иногда делает, потому что, мне кажется, он переходит в грайд. Идем дальше. Какое у тебя отношение к Камкалу после всего того, что они сделали тебе и Венгеру? Я так понимаю, что здесь вопрос строится, что они сделали хорошее. То есть не вот этот хейт, который случился, мы его, в принципе, сами себе тоже устроили. А что они сделали хорошее? У меня отношение к Камкалу самое прекрасное было. А сейчас, потому что действительно для меня много сделали, я много сделал для Камкалу тоже. Я так считаю, действительно. И я играл в футбол, и покалечился, и всю жизнь буду, скорее всего, испытывать проблемы не только с игрой в футбол, но и с бегом, а в футбол я любил играть больше всего на свете, и как раз именно за футбол в первую очередь я благодарен буду всегда. Нельзя в себе убивать чувство благодарности. Оно во мне всегда будет. За добрые дела, за возможность играть в футбол. Тем не менее, в Камкале я как раз покалечился, вот, к сожалению. Поэтому отношение у меня было самым положительным до вот этого полуфинального матча, потому что единственный человек, точнее, если брать еще вид, на который я обычно вкидываю, с которым у меня случился конфликт, это Фикус. С другими людьми у меня конфликта абсолютно никакого не было, включая Германа. Я не сказал ни одного плохого слова, но сразу после матча тот поток говна, там, дисмлечного с репостами Германа, я понял, что у меня нет друзей там. Идем дальше. Ну, которые бы просто посомневались и сказали, блин, ну, наверное, Димон вот так себя повел, потому что он там реально там устал, там, в принципе, ну, блин, там, поймите. Нет. Я столкнулся исключительно с хейтом. Возможно, я сам его заслужил, но друзей у меня там нет. Может быть, чуть-чуть Форзера Федос. Ну, еще могу сказать, что там, Леха Гасс, да, про него забыл. Выскочил бы за Амкал на футбольное поле? Еще раз говорю, нет. Не про Амкал. Что за ненависть к 2D и к Эрику? Это вопрос не про Амкал. С Эриком все нормально. Что бы ты сейчас, возможно, изменил в Амкале, что тебе там сейчас не хватает? Мне не хватает чуваков, которые играли там, когда я там играл. Вот и все. В остальном, не знаю, я бы, может, Ивановича не увольнял, потому что я считаю, что он идеальный медийный тренер. Но если они считают, что им нужно было менять тренера, значит, нужно было менять. Твое отношение к Сипскане до и после Амкала? Я еще раз говорю, у меня к Сипскане отношение такое. Я понимаю, что он сильный персонаж, что он для Амкала идеальный капитан. Какие-то мувы мне не нравятся в его исполнении. Какие-то очень не нравятся, какие-то ему не нравятся очень, моему, вот. Отношения как к взрослому самодостаточному человеку. Симпатизирует ли Амкал? Вопрос надо правильно формулировать. Импонирует ли Амкал? В нынешнем формате нет, потому что я не вижу там праздника. Вижу раздраженность по отношению к Полям, к Леге и к другим командам ко всем. Снобизм. Мне не нравится снобизм. Я назвал бы это снобизмом. Как ты думаешь, правильно ли сделал Герман, сказав, что ты не в команде после твоего поведения на игре с Амкалом? Повторюсь еще раз, вел себя действительно плохо. И после матча подошел к Герману извиниться, стоял в 5 метрах от него, на что мне сказали, что у него нет времени меня слушать. А после этого... Ну, да, я даже начал извиняться. А после этого... Ну, видимо, он действительно был занят, там с кем-то общался. А после этого он сказал о том, что я не в Амкале, но я думаю, что там уже и так это было ясно. Мы достаточно нормально после этого пообщались и никаких проблем между нами нет. Считаю ли я, правильно ли он сделал или нет, но я думаю, что он мог бы сначала мне написать. Поэтому нет, я считаю, что он сделал неправильно. Но он считает, что правильно, и это его дело. Главный вопрос. Так, про Тигу это не сюда. Как тебе новый главный тренер в Амкале? Честно, никак. Я за ним не слежу. Мне удивительно, почему специалист из 8 на 8 пришел. Желаем ему только успехов. Но особого интереса он мне не вызывает. Вызывает только несогласие, что он не выпустил Федоса. Потому что Федос это человек в Амкале, за которого я переживаю. Не могу назвать его прям там своим другом, потому что, опять же, мы вместе не проводим свое время, повторюсь. Но мне он симпатичен. Как симпатичен Фарзяров и Фин, например. Хотели бы, чтобы Броуки и А. Сыграешь ли в матче Легенд Амкала, если Гера позовет? В матче Легенд Амкала я сыграю с удовольствием. Потому что там, опять же, будет много людей, которые мне приятны. Хотел бы, чтобы Амкал и Броуки снова были дружественными командами, как на кубке Рутуба и после. Такого больше не будет. Выскажи свое мнение по поводу того, сколько осталось медиафутболу. Это не имеет отношения к Амкалу и Броукам. Я не знаю, сколько осталось. Когда изменилось мнение про Амкал? По итогам полуфинального матча Амкала с Броуками. В том числе, когда мы смотрели ролики и так далее. Мое мнение изменилось. Ничего не смогу с собой поделать. И в тот же момент Герман сказал, что наши дороги разошлись. Поэтому они разошлись и мое мнение могло меняться. Остается ли у тебя интересный медиодвижение или интересен только футбол? Не понял вопрос. Вася Маврин спрашивал на конфе, стоит ли ему беспокоиться за свою безопасность. Естественно, никто у нас не будет говорить, чтобы кто-то кому-то что-то сделал. В частности, Васи Маврину. Вася Маврин, надеюсь, не будет сам провоцировать, вызывать кого-то на драки. Если Вася не будет вызывать никого на драки, то я думаю, и очень сильно надеюсь, что никому в этом матче ничего не угрожает. Но почитайте сегодняшний пост комиса, посмотрите, где там рука Васи Маврина. Не нужно не хватать никого за горло. Тогда все будет нормально. И факи в лицо тыкать тоже не надо. И это, кстати, разница касается. Надеюсь, что он тоже не будет такого делать. Какие эмоции ощущаешь? Очень плохо написан пост. Криво, но я его прочитаю. Какие эмоции ощущаешь после того, как тебя стали презирать, болела Амкала? Что, по твоему мнению, стало отправной точкой? Отправной точкой стал тот факт, что я плохо себя вел в матче с Амкалом, за броков и что мы выиграли. Вот и все. И какая-то часть стала презирать, а с какой-то частью мы прекрасно общаемся. И мне кажется, пацаны знают, что я вот именно к самому бренду Амкал, именно вот к тому, который был. Отношусь куда больше теплотой, возможно, чем те люди, которые там сейчас есть. Просто кому-то выгодно идти той дорогой, кому-то этой. Самая неприятная личность Амкаль давно ушла оттуда, создала свой взгляд, я не знаю. Почему ты считаешь Германа лицемерным при виде примера? Я не считаю Германа лицемерным. Я нормально отношусь к Герману, потому что дурачок никогда не создаст такой... Добрячок-дурачок никогда не создаст клуб уровня Амкала. Герман достаточно хитрый человек, который всегда знает, что он делает. И самое главное, он умеет резать мясо, резать по живому, потому что когда ты убрал из команды 20 человек уже, ну, нужно иметь достаточно жесткий нрав и уметь договариваться. Ну, условно, тех, кого я хотел убрать из броков, а я убрал там одного Эрикьяна на эмоциях, но я себе не могу позволить кого-то убрать, хотя понимаю, что нужно. И у нас 40 человек, поэтому Герман просто жестче. Если вы воспринимаете его постоянную улыбку, и что это не вяжется с его личной жесткостью, как мне кажется, жесткостью, то я не сказал бы, что это лицемерие. Просто он хороший персонаж. А какие факторы вас привели к тому, что ваша с Райзеном цель в медиафутболе обоссать Амкала? Нет такой цели у меня обоссать Амкала. У меня цель в медиафутболе абсолютно другая. Если у Райзена там есть цель обоссать Амкала, окей, у меня другая. Во-первых, выиграть. И во-вторых, создать продакшен броков. Создать некое общественное движение, объединение броков. Чтобы у нас была своя студия, несколько локаций, мы снимали разные форматы. Это моя идея. Но у меня, к сожалению, сейчас мало на нее времени. Я очень хочу, чтобы времени было больше. Поэтому нужна небольшая передышка, чтобы собраться силами и реализовать те медийные активности, которые мне нужны. Которые выходили бы за рамки медийного футбола. Потому что в тот момент, когда в медийном футболе стало 20 команд, стало очень тесно и душно. Как на твое отношение к Амкалу повлияли Райзена и Текила? На мое отношение к Амкалу не мог повлиять Райзен в этот момент. Потому что мы с Райзеном, когда я был в Амкале, я с ним общался больше, чем с кем бы то ни было еще в тот момент. Мы достаточно, хоть это было 2-3 матча, мы вместе ходили и о чем-то общались. И с Райзеном мне было интересно общаться. Потому что, не сказать, что мы одного возраста, но у нас есть какие-то общие темы для обсуждения. Такие темы могли быть с Фидосом, иногда с Фарзяром. Реже почти, хотя редко общались. Но в основном я общался с Райзеном, а не с Германом. Поэтому поменяться сейчас это мнение не могло. Это я мог как-то повлиять, мне кажется, на Райзена, чтобы он лучше отзывался о Амкале, что он и начал делать лучше отзываться о Амкале. Поэтому никак не повлияло. Текила тоже никак не повлияла на это. Дай обратную связь с команде Амкал, что ему необходимо сделать, чтобы стать лучше. Я не знаю. Почему Амкал добряки? Потому что они не добряки. Не добряки. Мне кажется, никто больше не накидывает на другие команды, чем Амкал. Амкал снобы. Не добряки, а снобы, которые хотят казаться добряками. И это я абсолютное право, потому что они сидят наверху горы, а все на эту гору пытаются собраться. Иногда они с этой горы чуть-чуть сначала подтягивают, потом сбрасывают. Другой вопрос. Зачем эти люди взбираются на ту гору, где сидит Амкал? Ведь можно забраться на другую. Поменялось ли твое отношение после полуфинала МКС? Да, поменялось на 100%. Еще раз повторю, потому что я действительно вел себя плохо, но не ожидал, что персонажи типа Млечного начнут писать диссы, все остальные их начнут репостить. И я понял, что там минимум. Я сам виноват, я не спорю, но мое мне не поменялось. Поменялось. Ты был чуть ли не легендой Амкала, как произошло, что ты стал открытым противником, болел Амкала. Я не был противником, болел Амкала, они все крутые чуваки. И поддерживают свою команду от души. И то, что кто-то с меня ставит какашки, это нормальная тема, потому что если ты болеешь за одну команду, за одного человека, другой позиции, кто твой противник, он тебе неприятен. Это в основном, если говорить об общей массе. Если человек независимый, то я думаю, он все прекрасно понимает. Открытым противником Амкала я не стал, я просто стал независимым. Я могу как похвалить Амкала, так и покритиковать. Могу сказать, как правильно назначили пенальти ворота их соперника, так и неправильно их назначили. Опять же, сейчас глубокой связи и глубинной связи с Амкал у меня нет, потому что, во-первых, я не там, официально было озвучено. А во-вторых, потому что большая часть людей, с которыми я там был, их там нет. Оглядываясь назад, что бы ты изменил при создании команды? Взял бы в компаньон Венгера или нет? Это вопрос по отношению к Бронкам, я так понимаю. Все оставил бы точно так же. Взял бы Венгера в компаньон. Какие самые приятные личности вам Амкали? Федос, Фарзяр, Финита. Газ. Какие у вас отношения с Германом? Я думаю, что партнерские отношения президентов двух разных команд, которые стали в какой-то степени соперниками. Ну, я думаю, что есть еще какая-то определенная недосказанность по итогам того, как мы тогда разошлись. Но что-то там рассказывать, доказывать, я не собираюсь, мы один раз пообщались, и этого достаточно. Опять же, мы никогда супер близко не общались, я Герману благодарен, мы никогда супер близко не общались, чтобы вдруг супер близко общаться сейчас. Были моменты, когда жалел о том, что ты ушел из Амкала. Я из Амкала не уходил, о чем жалеть. Почему ты так ненавидишь Амкал? Все его болелы, помнят тебя, легенды клуба, я лично считаю тебя лучшим на Амкала. Лучший на Амкала Газ, наверное, сейчас в какие-то моменты Витя, но Витя сам знает свои проблемы. Но я ненавижу Амкал, у меня нет абсолютно ненависти, никакой к Амкалу. У меня есть нормальное соперничество. Вот и все. И есть желание доказать некоторым людям, которые на старте говорили, что бронки проекта для Дневка, что это не так. Ну вот все. Нормальное желание, побеждать хочется. И Амкал, принципиальный соперник, один из грандов медиафутбола, хотелось бы их обыгрывать. Если бы сейчас все происходило так, как было до полуфинала МКС, то мы бы ходили так же хороводом и любили бы друг друга. Но иногда люди ссорятся. Понимаешь? Понимаешь ли, дорогой подписчик? Произошло так, что мы поссорились, поэтому мы сейчас противники. Тебе не кажется, что ты говоришь о Амкале гораздо больше, чем они о тебе? Ну, обо мне, мне кажется, достаточно уже сказали. И даже на каких-то матчах с зонтиками кто-то приходит, тут еще что-то. Нет, я просто буду говорить об Амкале, потому что Амкал это, там есть Спартак, да, ЦСКА, медиафутбол, и все СМИ о них пишут. И поэтому делая медиа-скандалы, еще что-то обсуждаю, я буду говорить об Амкале, потому что он мне интересен, в том числе как бывшему футболисту Амкала. И достаточно много там интересных личностей. Поэтому об Амкале я буду говорить, естественно, больше, чем об Амкал обо мне. Потому что я обозреватель, а Амкал яркий предмет для обозрения. Идем дальше. А, ну здесь да, здесь все. Сейчас еще в одном месте, к предыдущему посту чуть-чуть посмотрю, что там было. Как ты считаешь, чужие надо кикать или за красные Амкали? Ой, это я в тот же пост зашел. Да мне все равно, будут чужие кикать или нет за красные Амкали. Иногда он себе позволяет играть грубо, говорить грубые вещи. И учитывая то, что чушь все это время, там 4 года, находится в Амкале, значит, Герман, как человек, который берет ответственность за него на себя, как мы сегодня выяснили. А вот Герман это и устраивает, и чушь яркий персонаж, значит, его выгонять не будут. Вот и все. Ну и я не уверен, что чушь что-то очень глубинное вкладывает в свои оскорбления. У него так это все достаточно поверхностно. Так, вот здесь были еще вопросики какие-то. Дмитрий, вы видите Амкал в команде в четверке, которая выйдет из группы? Конечно, вижу, потому что они после пятого тура усилиться так, чтобы выиграть Лигу. Это очевидно. Если Герман тебе предложит перейти в Амкал обратно, ты примешь это предложение в зависимости от... Ну как я приму предложение? Президент Броков, ребят, не раздеваетесь. Я не буду отрицать, что может быть когда-то мы там все помиримся. Но это маловероятно. Дим, давай откровенно, на Амкал больно смотреть? Ну не радостно точно. Как изменилась твоя жизнь после ухода из Амкала? Моя жизнь изменилась после того, как я порвал краснообразные связки 11 месяцев назад. Я очень хочу бегать, играть в футбол, но я не могу этого делать. И очень огорчен этим. Варианты, при которых Броки и Амкал будут делать совместный контент? Варианты, Федос приглашает пацанов на слабое звено, и они к нему приходят. Например. Либо я приглашаю Федоса, например, к нам. Все зависит от личных отношений. Я не думаю, что у нас крепостные крестьяне в командах. Считаешь ли Амкал родной командой? Я считаю Амкал родной командой, но нет. Ты гей? Нет. Чем ты отплатил Амкал, когда ребята собирали деньги своей подписчикам и благотворительной матчей в твою поддержку? Своим здоровьем. Ну, условно, на лечение гиля мы потратили, по-моему, больше 200 тысяч рублей и не делали из этого благотворительных матчей и так далее, а из бюджета команды потратили. Ну, в принципе, это вполне нормально. Я пытался восстановиться и играть в Амкале. И болельщикам ничего плохого не говорил. Если вы видите варианты, как я еще должен платить, напишите в комментариях. Является ли медиалига форматом для Амкала? Я понятия не имею, что для них является форматом. Я думаю, что их формат поездки по городам. Ты заложник своего образа. Какой-то другой город захватил тебя полностью. Ты же любишь Амкал. Я люблю тот Амкал. И, в принципе, я повторюсь. Если вы найдете какие-то вещи, где я прям грубо говорил об Амкале или о ком-то, пожалуйста, предоставьте их. Просто я что, теперь вообще не должен говорить об Амкале? Неправильно это. Какие принципиальные отличия у броков Амкала? Что возникают такие конфликты вечно. Эмоции. Я бы здесь назвал не отличия, а наоборот, что есть яркие эмоциональные личности. Например, как Тигиев с одной стороны, а Маврин с другой. Ну, например. И давайте что-то еще. Ты же понимаешь, что если бы не Амкал, то тебя бы никто не знал. Но это очень смешно. К сожалению, у меня уже был до Амкал и контракт со всем остальным. Я шел в Амкал играть в футбол и начал видосы на YouTube выкладывать через год, наверное. Считаешь ли ты Амкал медийный трамплин для себя? Ну, конечно, безусловно. Медийным в этом формате. Потому что там у меня был один медийный трамплин на одну аудиторию. Сейчас у меня медийность на другую аудиторию. Поэтому, конечно же, да. Безусловно. Но я думаю, что я тоже что-то дал Амкал. Уверен в этом. Ну и давайте последняя правда, что ты завидуешь Амкалу. Абсолютно доброй завистью завидую Амкалу тем, что много подписчиков. Что такая лояльная аудитория. Что ты этой лояльной аудитории можешь вкинуть хоть прокисок и они все это примут за чистую монету. Поэтому, конечно, в этом плане да. А вообще, как-то надо ориентироваться на себя. Я больше иногда огорчаюсь тем, что что-то не получается. Иногда радуюсь тому, что, наоборот, бывало в броках такой вот медийный рост сначала. Но нам все равно нужно было как-то размежеваться. Потому что я понимал, что там большая аудитория того же Амкала. И я думаю, что нужно за собой следить в первую очередь. Но хотелось бы, да, чтобы когда-то там либо, ну не то, что даже аудитория, чтобы вот таким мы стали большим проектом. Очень хотелось бы. Не отрицая. Ну и давайте завершать. Там ненавидишь ли ты Амкала? Вот этот любимый вопрос. Нет. Я не помню, отвечал ли я на него. Нет никакой ненависти. Есть, повторюсь, соперничество двух интересных команд, двух интересных президентов. И вот они там спрашивали, опять же говорю, надеюсь, что матч обойдется наш. С нормальными вкидами он будет. Будет интересный. Будет о чем рассказать, поснимать, но без перехода грани. Перехода грани медийного футбола. Вы сами понимаете, какой грани. Во всяком случае, я оскорблять лично никого не собираюсь. Я думаю, что я был предельно честен. Я думаю, что я все сказал. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, оставляйте их в комментариях. На них также отвечу письменно. Это был Егоров. Пока. Поехали.